Здравствуйте, меня зовут Чернова Ирина Геннадьевна, я педагог дополнительного образования школа номер 14-20, секция спортивного туризма. На сегодняшнем занятии я расскажу, как мы с ребятами готовимся к туристическому походу, а именно, как мы рассчитываем количество нужных нам на поход продуктов и как мы правильно их запаковываем, чтобы в наших рюкзаках при транспортировке все наши продукты не попортились, не помялись и не рассыпались. Совершаем многодневное путешествие вдали от населенных пунктов, а как правило все наши туристические походы мы планируем по природным каким-то местам, уголкам, которые значительно отдалены от городских поселков и от других любых населенных пунктов. Мы не можем пойти в поход без нужного нам снаряжения и, конечно же, без нужного количества провизии, поэтому мы перед походом закупаем нужное количество нам еды и берем его с собой. Так как на маршруте нам не встретятся магазины и мы не сможем пополнить наши запасы никаким образом. То есть мы все собираем и готовим заранее. Но, как вы понимаете, просто так пойти в магазин и купить рис, гречку, макароны недостаточно. Во-первых, нам нужно просчитать нужное количество еды на все дни похода и на всех участников. И, во-вторых, правильно ее запаковать, расфасовать и сложить, чтобы она за время нашего похода не испортилась, не помялась и не рассыпалась. Для начала разберемся с первым пунктом. Как правильно рассчитать нужное количество еды на весь поход? Количество продуктов на поход высчитывается. Первое, по количеству дней похода, а конкретно по количеству приемов пищи за весь поход. То есть сколько у нас будет завтраков за весь поход, обедов и сколько будет ужинов. И второе, почему рассчитывается количество продуктов, это по количеству участников. Подготовленное количество продуктов на поход называется раскладка. А процедура расчета продуктов на поход называется составление раскладки. Первое, что мы делаем, это составляем меню похода, то есть прописываем, что мы конкретно будем есть на завтрак, на обед и на ужин. Обычно в походе мы пользуемся четырехдневным меню, то есть приемы пищи у нас повторяются каждые четыре дня. После того, как мы расписали, какие продукты мы будем есть на завтрак, обед и ужин, мы должны рассчитать на каждый прием пищи нужное количество этих продуктов в граммах или в штуках, если это штучные какие-то продукты. Разберем с вами пример расчета нужного количества продуктов на завтрак, на группу на 10 человек. Итак, первым ингредиентом на завтрак у нас идет крупа, например, пшено. Мы высчитываем, что мы используем крупы 50 грамм на человек, всего получается 500 грамм. Далее, чтобы каша у нас получилась молочная и чтобы не тащить тяжелую сгущенку в банках, мы используем сухое молоко. Берем на 10 человек 200 грамм сухого молока. И также, чтобы каша сразу была сладкая, мы берем сахар в кашу, смешиваем и добавляем 100 грамм. Далее по списку у нас идет, например, что-нибудь сладкое на завтрак. Мы используем, например, две конфетки маленькие на завтрак. Всего получается 20 штук на 10 человек. Также к завтраку идет один хлебец на человека, чай и сахар в чай. Рассмотрим также в качестве примера и расчет продуктов на ужин, также на группу 10 человек. На ужин у нас идет чуть побольше раскладка, расчет 60 грамм крупы на человека. И пускай это будет, например, рис. На 10 человек берем 600 грамм. Далее мы используем вместо тушенки в банках сублимированное сухое мясо. Оно весит намного меньше, чем тушенка в банках. На 10 человек будет достаточно двух упаковок такого мяса. Далее для пряности мы используем в ужин еще овощную приправу, одну упаковку. Ну и к чаю она сладкая. По одной конфетке всем. Хлебец одну штучку. И также вписываем в раскладку чай и сахар в чай. После того, как мы рассчитали нужное количество еды на каждый прием пищи, мы все это суммируем и получаем полный список продуктов и количество этих продуктов в граммах или там в штуках. Получаем этот список и идем с этим списком в магазин и покупаем все по этому списку. После того, как мы закупили все нужные нам продукты, мы начинаем их развешивать и запаковывать в отдельные мешочки. Мы их называем кульки еды. Как они делаются, сейчас мы с вами потренируемся и я вам покажу, как их запаковывать. Например, давайте мы с вами сейчас расфасуем завтрак, который мы только что в примере рассчитали. Мы с вами рассчитали, что на 10 человек нам нужно 500 грамм пшена. Вот у нас есть 2 пачки по 200 грамм. Мы их раскрываем и высыпаем нужное нам пшено в отдельный пакетик. Дальше. Это у нас 200 грамм. Высыпаем еще 200 грамм. Вот у нас 400 грамм пшена. Нам остается добавить еще 100 грамм. Это примерно половинка нашей пачки 200 грамм. Высыпаем еще половинку. И вот нужное количество крупы нам на один прием пищи на завтрак на 10 человек. Мы вот так плотненько его заматываем, завязываем. Чтобы у нас получился вот такой вот кулек с пшеном. Дальше. Вместо сгущенного молока, который сильно много весит и не очень удобно транспортировать в банках, мы используем сухое молоко. Сухое молоко мы сразу смешиваем с сахаром, чтобы наша каша была молочная и сладкая. Мы высчитали, что нам нужно 200 грамм сухого молока. Вот как раз у нас 200 граммовая пачка молока. Это молоко мы высыпаем все содержимое нашего пакетика. Тоже еще в отдельный пакетик. И сразу добавляем сахар, чтобы у нас потом походим, нам не занимать голову тем, что у нас нету каши не сладкая. Мы сразу фасуем сахар. 100 грамм сахара в кашу мы высыпаем. И у нас получился еще один мешочек, кулечек с нашим сухим молоком. Помимо каши мы на завтрак еще будем с нашими ребятами с чаем пить вот такие вот конфетки. По две конфетки каждому. Вот это все нужно теперь собрать в отдельный мешочек. Крупу, сухое молоко и наше сладкое. Все запаковали в один пакет. И у нас полностью готов кулек с завтраком. Мы его тоже хорошенько так спрессовываем, чтобы не оставалось воздуха. Завязываем вот такой вот узелочек. Вот, наш кулечек готов. Остается только его замотать скотчем, чтобы это все не порвалось. Не намокло и не испортилось. Заматываем наш кулек очень плотно, чтобы у нас все части пакетика были под скотчем. Скотч, во-первых, очень хорошо прессует наш кулек, сдавливает его и защищает от разрыва пакетик и от намоканий. Вот у нас получился вот такой плотный комочек, наш кулечек с нашим завтраком. Остается только подписать, что это за завтрак. Мы берем отдельную бумажечку, пишем завтрак. Например, это у нас 4 августа. Чтобы мы знали, какого дня эта еда. Вот мы сделали нужную нам надпись. И нам остается прозрачным скотчем приклеить эту надпись на наш кулек. И наш продукт, наш завтрак полностью готов к походу. Помимо крупы и сладкого, на завтрак у нас еще в раскладке в меню было прописано хлебцы. То есть каждому участнику похода по одному хлебцу положено на завтрак. А также чай и сахар, который мы кладем в чай. Хлебцы, чай и сахар мы запаковываем отдельно, не фасуем в отдельно каждую еду. Хлебцы мы точно так же каждую пачку для удобства заматываем в скотч. Потому что если мы оставим пачку хлебцев без скотча, они более подвижные, будут ломаться и крошиться. А если мы замотаем плотно пачку хлебцев скотчем, то они будут у нас более цельные. То же самое с чаем и с сахаром. Теперь для примера запакуем с вами один кулек еды, который нам нужен на ужин, который мы тоже в примере рассчитали. Нам нужно на 10 человек на прием пищи 600 грамм риса. У нас есть пачка, например, 800 грамм. Нам нужно, соответственно, из нее отсыпать лишние 200 грамм. Это примерно один вот такой вот стакан с горочкой. Отсыпаем, чтобы у нас лишние 200 грамм не тянули нам наш рюкзак. И оставшиеся 600 грамм высыпаем в отдельный мешочек, в отдельный пакетик. И так же, как мы делали с завтраком, плотно заматываем этот мешочек. Далее, помимо крупы, нам еще нужно снабдить наше блюдо мясом. Мы не носим с собой в походы банки тушенки, потому что они тяжелые. Мы перешли на сублимированное сухое мясо. Оно продается в специализированных магазинах. Вот, например, на одну порцию ужина мы берем два вот таких вот пакетика сухого сублимированного мяса. Но они, как видите, имеют много воздуха внутри, поэтому мы уменьшаем объем нашего пакетика. Надрезаем чуть-чуть пакет и выпускаем воздух. И складываем так вот, заматываем, чтобы у нас был более плотный пакетик. И точно так же, чтобы все не рассыпалось, мы заматываем его скотчем. Полностью сильно можно не заматывать, замотать только то место, где мы обрезали. Вот мы подготовили два наших пакетика с мясом. Также на ужин мы еще используем овощную универсальную приправу, чтобы добавить пряности и вкус нашей крупе. Она тоже, как видите, такая объемная. Ее мы тоже надрезаем, выпускаем воздух и заматываем скотчем. Уменьшаем объем нашего продукта. Все оптимизируем. Нам остается доложить в наш ужин сладкое к чаю. Это по одной конфетке. Каждому участнику походу. То есть 10 штучек. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И точно так же, как и завтрак, мы все аккуратно складываем плотненько в один отдельный пакетик. Все содержимое нашего ужина. И плотно заматываем скотчем, чтобы у нас получился наш кулек еды. После того, как мы замотали наш ужин, нам точно так же, как и завтрак, нужно его подписать, написать ужин 4 августа, например. Нам остается приклеить название нашего ужина, точнее дату, чтобы не запутаться, что это именно кулек. Вот таким образом мы запаковываем еду в поход. И все собранные кулечки распределяются между членами команды. Они очень удобны в использовании. И переносить их в рюкзаке очень тоже хорошо и удобно. Это было видео занятие по тому, как мы собираем еду в поход. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok